Еще одно знаковое событие, посвященное юбилею города, прошло в эти выходные. В Златоусте состоялся чин великого освящения храма преподобного Серафима Саровского. Обновление храма, как принято говорить в христианской традиции, совершил митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Владыка также принял участие в крестном ходе с частицами мощей Серафима Саровского. Подробности далее. Важное событие объединило несколько сотен верующих со всего Златоуста. Православный праздник начался в 9 утра в верхнем храме, который посвящен преподобному Серафиму Саровскому, тогда как нижний храм освящен в честь покрова Пресвятой Богородицы. Чин великого освящения храма совершил митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Антимин, сположенный в основании нового престола, содержит частицу мощей новомученика архиепископа Иоанна Рижского. После литургии верующие совершили вокруг храма крестный ход. Владыка Никодим пронес на своей голове мощи преподобного Серафима Саровского. Горожане смогли прикоснуться к христианской святыне. То, что сегодня совершилось в городе Златоусте, это торжество этого города. И самое главное, что день города в этот же день празднуется все вместе. Поэтому и говорим, что велие торжество для рода христианского здесь, в городе Златоусте. Когда все мы участвовали в совместной молитве, когда все мы причащались от одной чаши, когда все мы будем ходить под сводой новоосвященного храма, где будем усердно возносить наши молитвы ко Господу. Православный праздник завершился всеобщей молитвой. Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим пообещал обязательно найти в рабочем графике время и приехать в Златоуст еще раз. Тем более, что рядом с храмом Серафима Саровского уже возводится третий, крестильный храм. Притеча Господня Иоанна.